Ну, за сутки, даже менее чем за сутки, выпала двухмесячная норма. Вы поймите, что потопления будут в любом случае, даже если это будет самая современная новая ливневая канализация. На этих спусках, где поток этой воды, естественно, есть угроза того, что может смыть и асфальтовое покрытие, подрывает колодцы, и в том числе смыло автотранспорт. Хотя на Девилановском спуске есть знак, где там стоянка запрещена. Мы предупреждали докадуне жителей города, чтобы не парковали машины под деревьями, на спусках, и ограничили при движении по городу. Конечно, в городе необходимо выполнять работы по ливневой канализации. Мы говорили на аппаратном совещании, это и Девилановский спуск, это улица Приморская, вот эти места улица Балковская. Хотя за последние годы проведена очень большая работа по очистке этих коллекторов. Там совмещенная хосподовая и ливневая канализация на улице Приборской не чистилась в последние лет пять. Сегодня работы еще продолжают силами Инфокс-Владоканала, силами подряд организации. По улице Балковской было проведено пару лет назад очистка коллектора хосфекального. И вы обратили внимание, что если раньше после таких обильных осадков вода на этих улицах стояла там чуть ли не сутки, то сейчас она уходит за считанные часы. Это говорит о том, что ливневые коллектора у нас прочищены, за ними смотрят, постоянно мониторят ситуацию. Поэтому и вот такой результат, что своевременная оперативная работа наших коммунальных структур, в первую очередь это коммунальное предприятие городские дороги, дало результат. Вода сошла очень быстро. Да, по Аркадии. Сегодня работают по прокладке нового Аркадьевского коллектора, заказчиком является управление капитальным строительством. И тот участок, который мы все видели, видеосъемка, должен быть заменен, потому что это ливневая канализация, которая идет в выпуск моря, она в плохом состоянии и размыла полностью пляж. Естественно, эта вода все попадает в акваторию моря. Сегодня по уборке мы работали, в принципе, постоянно, круглосуточно. И субботу, ночью и воскресенье целый день все службы были задействованы. Сегодня продолжается работа по очистке и Девлановского спуска. Выровняли колодцы и восстановили колодцы по улице Приборской, по улице Балковской. И сегодня, завтра, в течение нескольких дней, будет проведена асфальтировка этих мест, чтобы полностью ликвидировать результат, последствия этого. Слава Богу, я еще раз говорю и говорил об этом на аппаратном совещании, нет пострадавших. Самое главное, это самое главное. Это автотранспорт, который пострадал, вот как пример улица Чайковского, здесь рядом с оперным театром, с виду здоровое зеленое дерево. Бегло на автомобиль, гость приехал из Видицы, прифарковал на улице Чайковского и вот произошел обвал этого дерева. Предположить, что может произойти, конечно, тяжело, но мы ситуацию как бы держим на контроле, проводим подрезку, мониторим ситуацию по сухим деревьям, но в основном, когда вот такие порывистые ветра, падают зеленые, здоровые деревьи с виду. Было по Екатеринской 25 обрученной части фасада, по канатной 52 мы сняли аварийный балкон, но визуальный осмотр показал о том, что там еще нужно два балкона снимать. Дано поручение управляющим компаниям, чтобы они визуально просмотрели все наши балконы, карнизы, которые, не дай бог, могут обрушиться. Ну, это такая работа постоянная, которая ведется. По околзным районам вокзала. Да, там, ну, такой как острый угол получается, и вода, большой поток не попадал в лоток, а смыл этот грунт. Ну, сейчас будем восстанавливать, и там нужно техническое решение, чтобы при таких обильных осадках этого не было бы меньше. Мы обращались неоднократно, и по поводу выделения средств государственного бюджета, я говорил о том, чтобы выполнить полностью реконструкцию и хосфекальной, и лимневой канализации, это и Доголановский спуск, Таможенная площадь, Приморская, Пересокль и выход на Северные очистные. По предварительным расчетам, это порядка трех миллиардов гривен, для того, чтобы увеличить диаметр и полностью переложить этот коллектор. Ну, как избираться, звучит это хорошо? С экологического фонда государственного будем пытаться, потому что силами только средств местного бюджета мы, конечно, не имеем. Ну, эти три миллиарда, это на что в общем должны быть? Ну, там предпроектное есть, как бы, решение этого вопроса, но это комплекс, это не только трубы, это и насосные станции и так далее. Это полностью центр города, еврейская, спуск Деволановский, Приморская, Пересовский мост и выход на Северные очистные. То есть это ледневая, ледневка? И хосфекалка, это полностью комплексная замена. Ну, я еще раз скажу, что вот такие залповые ливни, к сожалению, приводят к потоплению везде. Ну, мы видим, по всему миру происходят такие потопления. Это не оправдание, это просто констатация фактов. Но наши службы, я хочу сказать, ну, очень оперативно, мы готовились к этой непобуде, предупреждали, вы знаете, было объявление на сайте. Все бригады вовремя выехали, кто проезжал по городу, наблюдал, были расставлены везде, в таких наших проблемных местах.